В эфире телеканал РБК УФА, программа «Открытая студия». Мы работаем на площадке Уфимского конгресс-холла, где проходит Международная неделя бизнеса. И сегодня у нас в гостях президент Ассоциации экспортеров и импортеров, президент Межрегиональной общественной организации Московская ассоциация предпринимателей Андрей Евгеньевич Подинок. Андрей Евгеньевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Андрей Евгеньевич, первый вопрос. Уникальное событие в республике. Ваш интерес к Международной неделе бизнеса? На самом деле, год 35-летия принятия закона о кооперации, который все-таки вышел и вывел в рыночную систему. Это надо отметить обязательно, что мы сейчас находимся в юбилейном году и этот аспект наносит определенные обязанности и ответственности. С Башкирией работаю очень давно, потому что это одна из первых республик, которые были активными. И даже банковская деятельность у нас родилась отчасти рыночной, что является уникальным Башкирией. И предпринимательская организация опора была башкирской первой создана, но она не входила в опоры. И Андрей Евгеньевич возглавлял. Назвался она тоже опора, когда еще опоры не было. Это я как вецепринент опора вам говорю. Тоже уникальная ситуация. И Башкирия является тем регионом, который является синтезом многих интересов. Потом руководство вашего региона оно такое живое, активное. Очень важно, что они желобливые. И поэтому контактное поле у нас существует, сложилось. А что касается внешнеэкономической деятельности, тоже приоритет здесь есть. Потому что вот сейчас мы оговаривали многие вопросы, которые связаны с дальнейшим развитием. Мы еще сейчас довольно активно международные деятельности выстраиваем с теми странами, которые являются нам дружественными или неопределившимися. Латинская Америка, Африка. Вот сейчас как раз мы обсуждали, я переносим. Вот в этом году был форум межпарламентской Латинской Америки России, который организовывал Володин, Совет Федерации, Госдума. И было принято решение делать его ежегодно. А в это время, во время форума мы делали российско-минесуэльский молодежный форум. Сейчас он был в Венесуэле. Сейчас он был в Москве, принят отели. Он довольно успешно был сделан. Но, так как тот форум будет теперь межпарламентский ежегодным, решено, молодежный форум сделает не только Россию в Венесуэле, а Россия, Латинская Америка, все. И мы хотим его сделать в Башкирии. И тоже такая активность региона приветствуется, ее развивать приятно. И надеюсь, что авторитет качества мероприятий, которые здесь проводятся, сыграет тоже свою положительную роль. Андрей Евгеньевич, хотелось бы поинтересоваться Вашим мнением, Вашим опытом. Вы активно работали и в бизнесе, и с бизнесом в период 90-х годов, когда, в принципе, и гайдаровские реформы, и политика президента Ельцина, что называется, в полной мере развязала руки нашим предпринимателям в честь реализации своих проектов. Сейчас, после начала специальной военной операции, введение беспрецедентного санкционного давления, также проговаривается очень активно и президентом, в том числе, либерализация предпринимательства. Башкортостан тоже активно в это включился и разработал свою программу в этой части. Вот насколько подходы 90-х годов и подходы сейчас отличаются, на Ваш взгляд, и может ли существовать бизнес без какого-то определенного государственного контроля? Смотрите, вот есть техническая составляющая, о чем мы сейчас говорим, а есть стратегическая. Техническая составляющая, как ни странно, она в стране развита неплохо, но при этом среда, в которой мы находимся, она больная. И бывает без потребителя развитие экономики. Что такое потребители на Западе? Это раз в три года машина, раз в семь лет дома. Нации потребляют, экономика живет. У нас, к сожалению, система оторвалась от реальности в этом отношении. И вот как раз в 90-е годы характерны демонетизации, и это не совсем правильно было сделано. Демонетизация привела к тому, что мы имели большие проблемы с платежными балансами. Единственный скачок, когда мы сделали переходный период, когда Кремаков объединился с Герасченко, но это Герасченко очень много на самом деле сделал, молча, они закрыли валютную позицию, имитируют денежную массу, то есть прибали на штатное соглашение 40% в пандемию, потом 20-20%. Никакой скачка инфекционного не было, тогда баланс был очень ужасный. Они закрыли валютную позицию, это означает, что если вы имитируете деньги, они идут на биржу, то у вас уголовка или... Ну и отзывы, рецензии, другие вещи. Сейчас у нас появился цифровой рубль, и я бы монетизацию строил совсем другому. Вот есть такое понятие, фиатные деньги, по большому счету. Извините, в сторону уйду в историю. Я еще как профессор макроэкономикам рассказываю некоторые вещи, и как ни странно, еще президент фонда 100 лет СЦР, у нас Карпфан Трульгеньевич представитель Совета, и мы очень многие вещи сейчас изучаем, которые нам оказались доступными по архивам. Крыжановский никогда не был в Унисту, он был глава инженера в Мироскопске, инженера в Российской империи. И тогда не было ни Китая. 14 год разруха. На самом деле Николай вот пришел, но тот не воспринял его план, и поэтому он оказался у Ленина. И план Гойл-Рой, это план скачка, который даже Китай не догнал. Была введена двухконтурная система, к которой мы должны были сейчас вернуться. Это есть те фиатные деньги, которые американцы спустили в оборот, только они вкладывали мыльный пузырь. А китайцы вкладывали ВВП реальное. И они регулировали процентную ставку не ставкой Центробанка, это утопия. И я был уверен, что мы сейчас это сделаем, что мы введем все-таки доходную систему, которая бы не должна расти доллару. Перейдем, как китайцы, они налогово-бюджетным конкурсом регулировали экономику. И не было никакой инфляции. Они в 42 раза денежную массу подняли. Я сам в Китае экспортировал в свое время, много лет назад, 30. Станки, обидно, ЧПУ Владимирские. Мы китайцы учили, как станками с ЧПУ пользуются. Забирали, правда, покупками. Это выгоднее было, пять концов, потому что... Китайцы хорошо учатся, да? Да, дефицит, да. Но так или иначе, так обидно, что в это время китайцы имитируют денежную массу приличную, да, и подняли свою экономику. Только они еще НЭП взяли. А во время столетия выступления Дэн Сяньпиня на столетии партии, он так и сказал, что я взял советскую школу за основу. Успам. И поднял экономику. Сейчас у них черта безднести 290 долларов. А 30 лет назад они были нищими, голодными. Провинцы голодали. А сейчас вы видите другую цивилизацию, другую державу, которая благодаря советской школе взяла и вышла в определенный сегмент развития. Ивряясь по товарному рынку, давно превосходящей страной товарному. В Америке очень много фондового товарному рынку, который превосходит все страны мира уже давно, они 7 лет назад Америку обогнали. И внутренняя потребительская активность высокая, да? Вот в отличие от нашей страны, как вы отметили в Китае. Вот это двухконтурная система. Нет, она сначала внешне была. Это потом уже. В внешне она сначала была, эта корзина, а потом они начали ресурс использовать свою внутреннюю. Про двуконтурную систему вы упомянули, да? Без зависимости от наличия денег, я называю ее двуконтурной системой, это российское изобретение, которое было сделано в свое время. И я нам благодаря этому, даже Китай не догадывал таких темпов роста. Мы за две пятилетки, 14 год разруха, война. И мы за две пятилетки подняли страну, супердержаву сделали. Понимаете, до этого уникальный скачок, никто его не догнал. Я думал, сейчас в этот период, сложно, и мы вернемся. Только в Российской Федерации был такой опыт, в Советском Союзе, конечно, имеется в виду. И я был уверен, что мы по этому пути пойдем. А мы идем все по техническим каким-то сегментам, которые ни к чему хорошему не приведут, потому что они потребление не создадут. Вот хотелось бы поинтересоваться еще какими-то вашими рекомендациями в честь либерализации бизнеса. Ну вот, может быть, интересно тоже было бы с вашей стороны услышать. Понятно, что решение в каких-то стратегических вопросах федеральный центр принимает, но на уровне региона, в том числе и Башкортостана. Я бы сказал, есть среда больная, у нас нет потребления. Вот это главный постилат. Мы не создали общество потребления. Вот чтобы нормальное жить, нам надо 70 кг белка, по большому счету мяса. Может, в крупных городах это и есть, но в других городах это проблема, углеводы мы заменяем. И мы даже не имеем корзинового желания, говорим о потреблении. То есть, когда среда будет создана нормальная, и тогда и техническая составляющая, потому что у нас в Великобритании развивается, система поддержки, она лучше, чем любые западные страны имеют. Но у нас доходится в среде малоденежной, понимаете, да? И все-таки конечная среда это выход на систему потребления для всей нации, не на какую-то узкую категорию людей, которые имеют выход на какие-то определенные ресурсы, а в широком среде и понимании этого вопроса. И вот это составляющие, надо сейчас все-таки каким-то путем разбегать. И кредитовать нужно в рублях, не вражеские страны, а дружеские страны. И сейчас мы тоже приступили к эмиссии, но она идет не под что, а нужно его делать под проект, иначе инвестиционный список будет. Ну, если такой уголдобаленный уровень проектного финансирования, на уровне государства, понимаете, да? То есть, как Китай, он финансировал, типа, в полпроцентах вы получите, подняли экономику. До 4% у них максимум были определенные, знаете, вам 1% строите вагоносамолеты, да? То есть, они совсем другими путями регулировали свою экономию через налоговый бюджетный кодекс. А процентная ставка – это утопия, которая, извините, ни к чему хорошему не приведет, 30 лет от показалок. Единственный раз, когда мы от нее отказались, мы скакнули. А дальше это все-таки волатильность, и в этом отношении надо что-то понимать. Если рубль – это кровь, она в метастазах, что бы день делало правительство, оно обречено на провал. Поэтому и лозунгов много. Техническое обеспечение есть, но все равно лозунг потребления, я бы сказал, какие объемы должны быть, должен в мозгу отложиться. Потребление – это совсем другие цифры, совсем другие объемы, совсем другая система. Да, Андрей Евгеньевич, вот вы упомянули период от дефолтного, политика Примакова-Маслякова-Герасченко. Чем она отличается от сегодняшнего дня? Все-таки тогда отталкивались от дефолта и наверстывали упущенное. Сейчас же немножечко по-другому. А сейчас, грубо говоря, мы в этом дефолте постоянно находимся. Сначала нас в коронавирус ударил сильно, потом спецоперация ядерной бомбой. Поэтому довольно большая проблема – восстанавливать экономику. Я был уверен, что мы ее будем восстанавливать именно введением внутренней системы путем эмиссии денежной массы подпроектной, финансированной, путем кредитования дружеских стран в рублях. В рублях – дружеские страны. Только надо кредитовать так, как Китай, под залог. А далее Таджикистан не вернул, взяли провинцию. Калампур не вернул – взяли порты под залог. Но так или иначе, мы еще бы инфляцию на их сторону переносили бы, сосредоточили бы экспорт. Потому что мы можем кредитовать только под свой экспорт. И автоматически у нас многие вещи бы сблансировались и вышли на нормальный уровень. Этого не происходит. Это элементарные вещи. Я уже человек, который связан с экономикой, в том числе на уровне науки, говорю, что мы в шоке. Очень просто это все сделать. Мы имеем эту возможность. Может быть, военный успех у нас не очень, но экономически мы могли бы сейчас резко взять брады в свои руки, все-таки подвязать эти страны, путем это кредитование их в рублях, перераспределение ресурсов и инфляции переноса. Что у них в отличие от нас? У нас же нет ни тукарей, ни соседей, никого не осталось. Это очень большая проблема. Сейчас даже мы не можем столкнуть вперед, потому что надо что-то производить. И даже если вместе денежные массы сделать, у нас нет тех людей, которые могут работать. Сейчас колоссальная проблема. А в тех странах они еще остались. И можно нашу денежную единицу путем использования ресурсной базы использовать в пользу укрепления нашей страны. И поэтому, когда вы говорите, как развиваться, ну некому работать. Вот в Башкирии берете, да, все ушли на двигательный завод, да, даже в Башнефт ушла, да, в Лугею. Сейчас большая проблема. У нас есть центр наставничества, мы гранды выиграли. Все учат почему-то в ПТУ. Менеджеров, айтишников. А когда мы начали искать, у кого остались станки, к сожалению, кстати, вот в Башкирии есть станки, потому что Газпром большую лозу финансировал, сейчас мы будем развивать вопросы, связанные с возможностью использовать их, чтобы обучать людей, которые могут что-то производить. Потому что даже здесь, видите, небольшой перекос в сторону военной промышленности, потому что ресурсная база оголилась. А это по всему Российской Федерации, по всей Верной Федерации происходит. Они станки все потушники продали. Сейчас прием переговоры с Ростехом, другими организациями, я шуку хотя бы какую-то старую модель провести. Но пока мы не воспитаем какое-то поколение людей, которые могут что-то делать в плане промышленности, именно производящие, мы, к сожалению, обречены на отсутствие развития какого-то скачка. Даже если мы, вот сейчас у нас очень большие программы с Китаем идут, они даже финансируют нам инженерные разработки, вот когда мы что-то сделать не можем, мы берем продукты, мы американские, немецкие, мы даем их, наши инженеры могут разобрать, но производить мы не можем, мы даем их и китайцам, к сожалению. Они его разбирают, смотрят, где какие-то построят. А у них это требования, да. Да. Не-не, они просто это умеют. И только потом, они говорят, сколько это будет стоить при таком-то тираже, и только тогда мы поставку получаем. А мы эти тиражи не имеем, мы можем их произвести инженерно, да, а руками мы их произвести не можем, потому что при большом объеме нам нет, у нас нет пролетариата совершенно. Вот как раз вы тоже тему экспорта затронули, да, вот буквально на днях, да, цифры появились со стороны счетной палаты, по-моему, на 15% пунктов просели по нефтегазовым доходам, но чуть-чуть зафиксирован рост по несырьевому экспорту. Да, есть ли перспективы в условиях ограниченности, так скажем, дефицита трудовых ресурсов? Вот смотрите, трудовые ресурсы тоже вещь такая, мы сейчас ищем через отделы кадров тех наставников, которые можно вытащить, это довольно проблемная ситуация, и ведем переговоры, чтобы станки все-таки поставить в ПТУ. Тогда ресурсы можно сделать. Пока переспределить на те страны, которые являются дружескими. Это, кстати, способ их встоки под себя подмять реальным, ну, не подмять, а как бы интегрировать реальным сегментом. Вон, как Украина была интегрирована, разорвали даже связь, а теперь надо их еще больше привязывать через определенные залоговые вещи. И, как я уже сказал, если правительство включит ресурсную базу, ну, тут даже много думать не надо, как я сказал, кредитовать начнут эти страны в рублях, только не надо такой большой процент брать. 2% надо 15-20 лет. Все, они уже наши. Мы ресурсную базу переориентировали, чтобы они на эти деньги покупали наши продукции, в том числе нефтегазового комплекса. Это будут не такие маленькие проценточки, которые мы считаем, но это как продвижение на фронте туда-сюда. Ну, и в экономике, ну, это смешно. Мы могли бы иметь скачок в гораздо более глобальный. Это наш шанс в экономике отмежеваться как системы кассового обслуживания доллара, систему перехода на действительно независимую страну, именно финансово независимую. Мы сейчас финансово привязаны. Нас оттуда выбрали, мы опять туда прыгаем. Нас оттуда выбрали, мы опять туда прыгаем. Для меня это загадка. Зачем мы это делаем? Хотя есть механизм, который только Советский Союз прошел, ни то в виде их не имел, который позволил нам в то время подняться, ну, скорее, повторить нужный этот опыт. И, конечно, Советский Союз завалился, на самом деле, он начал заваливаться при... Ну, это недоинновенный был шаг Хручева, потому что даже Госплану развивался очень интересной в интересных схемах, да, но он развивался в пользу человека. Вот Ведута его создавал, там они даже элементы Роберта Винтера использовали, даже кибернетика у нас родилась, не говоря о циферизации, она была положением кибернетики. Но, к сожалению, Ведута понимал у нас основатель Госплана, у нее, кстати, дочка живая, и все регламенты у нее сохранились, понимаете, да? Понимали, что все время усложняется производственный процесс, цикл предприятия, и они и были задуманы, чтобы не ручную считать Госплановские системы, а именно циферизации, а кибернетика была как основа технического задания. Но, к сожалению, пришел Хрущев, и кибернетика объявил, что она вредная нормативная наука. И вот тогда мы стали заваливаться, вручную невозможно обработать систему прогнозирования сложной экономики. Я просто изучал, меня допустили, как президенту фонда столицы, к архивам определенным, которые в итоге доступ не имеют, а всего... Я очень много изучал... Кстати, вот это то, что я вам говорю, никто вам не скажет. Причина, почему началась, к сожалению, стагнация той экономической модели, которая у нас была заложена, и которую Китай взял на вооружение. И я не говорю, что надо мобилиционную экономику сделать там всю, но вернуться к тем, я считаю, нашим достижениям, которые были сделаны, и не случайно говорю, кибернетику, интернет мы придумали. Цивилизацию мы придумали. Сейчас цивилизация у нас выступает больше как элемент конкуренции между отраслями, а все-таки советская школа, она выступала как система создания человеку, ячейки общества, семьи, нормальных условий жизни. Ну, к сожалению, эти лозунги, которые были в свое время прозвучены, там, всем, с каждым потребностям, были бы реализованы, но вот это вот, как ни странно, я, конечно, не говорю, что оболочка была, конечно, политическая, не очень, но в то же время экономические заделы, тогда были великолепные, и если бы мы взяли на вооружение в той политической оболочке, которую сейчас имеем, она все-таки у нас, особо не говорили, демократическая, на вооружение те механизмы, которые мы использовали при жесткой политической, не экономической оболочке, где-то коммунистической составляющей нашего развития, мы бы огромный скачок сделали и не считали бы мини-процентами, мы балансом бы посчитали. Мы будем надеяться, да, что лучший опыт все-таки будет использован, да? Ну, вот мы пытаемся это сделать, я вообще многие вещи говорю, ребята, ну, поймите, пока правительство не объединится с Центробанком, как единое целое, это варгия сейчас, ну, они могут что угодно говорить, они совершенно вещи делают... Публично очень противоречивые, да? Нет, Центробанк парализует работу, она, Центробанк отвечает за кровь, рубль это кровь, если кровь в метастазах, что бы в этой крови не делало правительство, оно не может, перешагнуть себя. Любая страна мира, у них, на самом деле, министерство экономики ничего не значит. Ну, вот так, у нас же очень большой опыт есть, шел Солыпин в пасти, это тоже история, да? Там, ну, ой, 1908 год, тогда рыночной экономики не было. Но мы понимаем, что есть у страны, да? А, есть, Демидов, Морозовый и так далее, но земля поднимет, прежет казня. Он делает земельный ипотечный заем, с которого Россия уходит в 14-й год, его Европа с полтора-два месяца выкупила. А мы не продали землю, просто мы сделали земельный ипотечный заем, который автоматически сработал. Правда, железные дороги они сделали, они не сработали уже в таком аспекте, как здесь, но мы же можем это повторить, мы же можем это все запустить в низкоином измерении и автоматически. А Германия, тоже интересная мысль. Если вы начнете изучать опыт Германии, я там просто учился, вы приходите в Минэкономику в Германии, а те говорят, а мы за доллар отдавали завод. Не врут, правда было. Но вы идите в Бундесбанк, завод отдавали, но они обязаны были коммуникации делать по стандартам ФРГ. Я теперь в Республике Германия. Там другие коммуникации, другие площади. То есть фактически шла капитализация земли. И они под нее имитирули сразу немецкую марку. Но нигде это не прописали, никаких учебников. Они как машины сработали. И вот, к сожалению, наши прибежали, начинают Минэкономику говорить, а Минэкономика это вторичный сегмент. Все-таки банки, которые создают здоровую систему, они должны все-таки быть в приоритете изучения. Вот сейчас ФРС очень большую ошибку допускает, потому что вот они идут по пути. У них да, был скачок один раз, когда доллар отменяли. А когда они эквивалент золотой убрали 20%, это был короткий период времени, пока они не вышли на, кстати, вот тоже опыт, они вышли на энергосоставляющую, договорились, что доллар будут отслуживать углеводороды. Тогда в Саудовской Аравии эти страны были огромным производителем углеводородов. Сейчас мы главный вид в этом аспекте. Почему я говорю, что у нас перешла система, которая может быть нами использована и которая может быть для нас скачком. И мы ее не используем совершенно, понимаете, да? Держат в резерве. Не держат в резерве, нет понимания просто. Все учились на Западе, а те выходили из кризиса, у них все было в частной собственности. А вот те элементы, которые вот раскакивали, как у ГДР, они же ГДР безборезны, фактически, в своей экономике втащили в рыночную. Но они внащили через... Они 30% метеорологии же масса, но если земля стала товаром, это ВВП или не ВВП. Там есть труба коммуникации, да. А этот товар надо обслуживать. Но они ее соотнесли, и под нее делали эмиссию. Ну, правда, формульную. Они статьи на эту тему не выпускали, и учебники не делали. А мы этот вопрос совершенно не изучаем. Вот что обидно. Если мы вернемся к тому, что мы имеем... А мы же огромная страна с таким потенциалом огромным. Для меня, извините, кусок камня, например, Тайвань. Больше уникальная экономика. От Чикаши собежали офицеры на остров. Совершенно не занимались... Не образованные. Но они подняли экономику до такого уровня, что нам только позавидовать. Корея не имея руды. Самая большая партия руды за счет логистики. Но вот эти страны для меня герои. А у нас есть все. Вот эта загадка. Мы единственная самодостаточная страна, которая существует на континенте. Вот если, грубо говоря, захотеть в хаос вести мир, его элементарно не надо, он и в бомбу перекусил, провода Токио, Нью-Йорк, и Лондон, Нью-Йорк. Вот каменный век для всех стран. Правда, Китай тоже у нас пострадает. Но единственная страна, которая самодостаточная... Симонян права была. Это Россия, которая выживет в этой системе. Ну, понимаете, она самодостаточная, у нее есть все, чтобы себя прокормить и развиваться. Но мы, к сожалению, эти козыря не используем. Вот даже по военным вещам немножко распили, перекрути эту составляющую в зону совершенно другого ресурса. И уже... Не надо большой кобелек прикусывать. Ну, маленький какой-нибудь, до Кипра. Надо понять, что тоже мы понимаем, что происходит. Но мы действительно уникальная страна, мы единственным, кто выживет. Такой у нас ресурс прочности. Ну, вот завершение нашего интервью очень обнадеживающее. Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что согласились с нами быть сегодня.